всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте бритьё 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 вероятно в этом году это последний выпуск скорее всего следующий обречу состоится только в девятнадцатом поэтому хочу заранее поздравить вас наступающим накануне вчера буквально посмотрел подравнили поздравление от александра подоляна мудро мудро основная его идея сводилась тому дай бог нам мудрости жить правильно и спокойно я бы к этому еще добавил наверное во первых конечно здоровье странно что александр об этом не сказал несмотря на то что он медик а во-вторых ребят наверное все таки какого-то душевного равновесия побольше тех минут когда вы сами себя можете тормознуть остановить и дать возможность оглянуться по сторонам потому что каждый день каждую минуту каждую секунду мы пробегаем мимо того что нам дорого чем мы дорожим и что для нас по сути это бесценно это наши родные близкие любимые люди если мы больше начнем своего внимания дарить им нам уже будет хорошо ну а также знаете наверно какой-то внутренней бесшабашности и стремления во всем искать даже не очень хорошей ситуации лучше ну раз уж поздравлениями разобрались давайте наверное вкратце о тех новостях которые случились на производстве из 100 заказанных станков и 50 голов которые будут идти отдельно на сегодняшний день мы получили 25 сатинированных ну пескоструйных и девять прошу прощения и 6 полированных это все полированные что будут больше полированных не будет остальное это будет просто без покрытия и ну как сказать ну а те которые нам сейчас отдали они должны были быть полностью полированы как зеркало остальные будут просто полированы то есть как бы полированные но не до конца мы пытались найти какие-то взвешенные решения пытались найти те подходы которые в принципе позволили бы дать нам качественный готовый хороший продукт не все получилось полировка в зеркало вышла не такой как мы планировали она получилась хуже вот в нашем понимании хуже мы хотим лучше пескоструйка тоже получилось не такая как мы планировали мы это все видим ребята и мы все это будем исправлять для этого делается многое производство само заинтересовано во всем этом и планирует на январь и следующий год вообще принципе покупать новое оборудование делать новую оснастку для того чтобы все вот эти вот аспекты производства не только размеры но и финишная обработка шли в сторону улучшения нам сейчас это всем интересно по поводу размеров наверняка вы помните как я на одном из обзоров там где был дрозд взял его так за крышечку потеребил и у него люфт был и тут производство меня по правилам вадим говорит ты не прав это дрозд прав американцы правы и объяснили в чем суть вопроса дело в том что спорт у меня это было единично выполнено изделие а дрозд это потоковая то есть серийная а во всяком серийном производстве используются те или иные инструменты и они имеют износ чем более качественный инструмент тем меньше износ тем проще инструмент тем больше износ и каждый раз учитывая этот износ станок программным управлением дает определенные поправки но не всегда это спасает поэтому вот этот люфт если он находится в пределах допустимого допуска который положен при производстве то да он имеет место быть ну и конечно же это брак если он выходит за пределы допусков поэтому то что у дрозда колыхалось а у нас нет но это не достоинство старта это лишь говорит о том что это единичное изделие то серийное и датрос все-таки скорее всего в пределах допуска потом сейчас ждем выхода полностью всего ждем подхода коробок все это покуем в коробке все это будет отмываться от производственной грязи от масел от пыли от всего всего потом будет стерилизоваться спиртом все это будет складываться в коробочке паковаться в комплектоваться паспортом будет ложемент специальный на наложимин все это будет сложено и все это будет запаяно пленкой то есть контроль первого вскрытия будет то есть вот когда мы все вот это сделаем тогда можно считать что мы все партию забрали потом все это мы рассылаем по тем магазинам которые будут принимать участие в реализации старта и как только последняя получка последняя посылка будет получена тот день и будет считаться днем начала продаж до этого я перепишу все финишные по номерам до этого я выставлю все эти списки и на сайте home life shawing и у себя на канале постараюсь показать дабы те люди которым интересно отыграть по номерам они ему представляли какой номер какую обработку имеет уже несколько человек обратились ко мне в контактах и подсказали мне какой номер они хотели бы за собой забронировать вот этот список если допустим еще какие-то желающие есть туда ребята обращайтесь ко мне в вк я это сделаю потом со временем будет понятно какая это все-таки обработка сейчас только со 2 по 26 это точно сатинирование но и чтоб привязалась от сатинирования пескоструйка комбинированная и плюс 6 танков полностью полированных это вот эти вот первые номера а дальше которые будут выходить это уже будет с какими-то другими номерами то есть вот за 30 еще неизвестно за 30 что будет я уже сказал это будет полностью не обработаны как вышли из-под станка 25 процентов оставшаяся часть будет наполовину полированной и 14 штук будет супер-пупер эксклюзив первый образец покрытием титана я забарковал я уже рассказывал на стриме сейчас вкратце повторю дело в том что когда производство выдала его пошкрябал и она повелела я расстроился принес его обратно сказал ребята спасибо делать не будем они как так игра вот так они пошли в ту компанию которая занималась нанесением титана и говорят вот так и так вот такая вот фигня мы делать не будем они говорят а как тогда учебу тут покрытие всего один микрон представляете это один микрон всего был по цвету да там более-менее нормально было а вот белая пятнышка ножницами а вышка выскреб причем скрепка не брала металла металл не брал как угодно возюкать следа не оставалось совсем только ножницами сошкрябал именно это мне не понравилось после этого то компания взяла на себя обязательство переделать покрытие и теперь будет где-то в районе 5-7 микрон вот после того как мы это получим на руки я посмотрю вам покажу сам попробую если это покрытие меня устроит потому что с моей точки зрения она только вторично выполняет эстетическую роль хотя внешне да несомненно смотрится богато что золотой вариант всем что будет что фиолетово такой знаете синий сиреневый синий серый что-то вот такое но темная тоже 7 штук но первичная эта роль крепость этого покрытия 80 пороку это и так практически вечный станок из нержавеющей стали она признано законсервировать и это уже точно уже практически вечное изделие если это покрытие меня устроит тогда до 14 этих станков будет но они не будут дешевыми ребята там будет какой-то космос не меньше 8000 потому что покрытие это не из дешевых тут уже к сожалению я ничего сделать не смогу но с другой стороны не так уж много людей которые хотят какой-то эксклюзив и способны заплатить такую сумму так что я думаю рано или поздно и эти станки разойдутся но зато мы попробуем узнаем что это такие что это за зверь такой и вообще как она выглядит не просто станок из титана покрытый оксидом или там нитрином чем-то чего-то там титана который дает вот такую прочность также будут еще подставки первый комплект который мы забрали этого пескоструйный 25 штук и полировка полностью полировка 6 штук это с подставками все идут все это будет в коробочке но остальные все кто хочет докупить подставки отдельно кто не хочет может вообще без подставки брать те цены вы часто задаете вопрос какие цены какие цены ребят цены еще будут уточняться но пока на сегодняшний момент мы держимся от следующего точно все станки за исключением титана неважно какая обработка будут 3900 подставка 600 голова отдельно 3300 это то что на сегодняшний день известно остальное все пока еще в стадии уточнения за ручки вообще ничего не могу сказать потому что мы решили делать свои ждем к шерный классный хороший дорогущий офигеть какой навороченный инструмент и при помощи его уже будем делать накатку и тогда станет только понятно стоимости ручек и вообще что они себя будет представлять надо титан за титан ну производство пообещало что они попробуют уломать там по ценнику нового как это будет я пока не могу сказать надо просто подождать маленько ну в завершении вот посмотрите поближе на то что я получил но я пока буду готовиться отвечать на ваши вопросы следующие но так пока не сейчас выглядят ждут того самого момента когда у нас появятся коробки паспорта упаковочная пленка и мы сможем все это перепаковать все это будет делаться перед перчатках все будет стерильно никаких отпечатков пальцев никаких следов производства масел и прочего прочего на станках не будет что прочим не помешает вам простерилизовать ваше изделие также если вдруг вы этого захотите но давайте посмотрим на них поближе финишная скомбинированная пескоструй и полировка будет всего 25 штук и все они будут идти в наборе вместе с подставкой в коробке все будет предусмотрено полированных будет всего шесть штук и все они будут идти с подставкой все предусмотрено пескоструйные подставки количестве 25 штук предусмотрены только для этих станков ребята все зато оставшиеся 25 из 56 уйдут с этими станками ну и 19 19 будут в свободном доступе каждый кто захочет сможет их приобрести вот 19 штучек вот таких полированных ну раз уж начали подставок давайте на нее поближе посмотрим все подставки имеют размер 35 на 29 внутренний диаметр 13,1 миллиметра полированная с гравировкой нанесенной лазером логотип канала ну не логотипа имя канала что ли хом лайк по хорошему нужно было бы конечно назвать хом лайк шевинг но тогда это было бы еще длиннее но и слишком было бы длинно зачем нам это надо хом лайк к этому и так все привыкли да и поисковики всех он лайк распознают поэтому я думаю этого будет вполне себе достаточно станок подставки стоит заморчательно именно с этой ручкой с теми ручками которые будут выпускаться компании он будет стоять точно также хорошо но ручки большего диаметра к сожалению сюда входить не будут внутри предусмотрено отверстие что если будет попадать влага чтобы она спокойно оттуда выливалась мы еще найдем какой-то пористый материал на хлопочем его здесь вот с нижней части чтобы вы когда оставили на керамику или на стекло у вас не было проблем но подумаем как это сделать или он будет просто прилагаться или ну короче подумаем там есть парочка ограничительных нюансов дело в том что толщина коробки всего три сантиметра у него высота 2 и 9 если мы еще материал здесь при побашем то как бы он в коробку вообще не влез так что может быть придется его отдельно докладывать вот такая вот полированная красота все вместе смотрится уже на фотографиях видели вот примерно так пескоструйная подставка полный аналог своего полированного товарища за единственным исключением что здесь нанесена ювелирная пескоструйка что она чувелирная но нет такой пескоструйки просто делали ее у ювелиров и пескоструйка наносилась кварцевым песком на сегодняшний день есть очень сильное желание пескоструйку приобрести у производства впрочем как и кварцевый песок и пескоструйка будет делаться прямо на производстве но посмотрим посмотрим хотим сделать очень-очень шикарное сатинирование пескоструйки внутри нет как вы успели заметить просто полированная поверхность по качеству пескоструйки есть замечание Криминала никакого не вижу, но замечания все же есть. Вот местами, видите, она в проблеск уходит, и видно, что не до конца сделали. Не стали ругаться с теми, кто делал пескостройку, просто сделали выводы, будем делать пескостройку сами. Но ввиду того, что ценник достаточно гуманный, и это все-таки первая партия, ребята, сильно строго не судите, не так уж и сильно это повлияло на внешний вид. Хотя да, к замечаниям это, конечно же, можно отнести. Но в следующей партии этого уже не будет. Все вместе смотрится вот так. Теперь сами станки. Перед вами старт пескоструйный вариант. Трехсоставной станок, закрытого типа. Резьба работает. Достаточно плавно и информативно. До конца, как только довели, от силы, может быть, где-то градусов на 10 еще провернете, и все. Но нет той плавности и скользячности, как, знаете, бывает на бронзе. Хотя к резьбе я тут докопаться не имею никаких шансов, потому что резьба сделана на отлично. Но к этому мы сейчас еще вернемся. Сама ручка. Сама ручка сделана, как и весь станок из нержавеющей стали. Имеет декоративное оформление в виде пескоструя посередине и полированные в блеск торцы. Это не то зеркало, которое мы надеемся получить по итогу. Это тот максимум, который удалось достичь в первой партии. Мы будем стремиться все к лучшему и к лучшему. Пескоструйка здесь имеет те же самые замечания, что были на голове. Местами, вот видите, не везде и не всегда, но все же бывает, что матовость чуть-чуть вот здесь, например, уступает блестящести. Но, тем не менее, мы это все знаем, мы это все записываем, и все это будет изживаться. Диаметр по ручке 12 мм, диаметр по самым широким местам 12,9 мм, высота 82 мм. Вес ручки 66 грамм. Ручка сделана по образу и подобию с ручки дяди Федора, а дядя Федор ее взял от мюлей. Ну и вот таким вот образом она перекочевала к старту. И благодаря тому, что здесь пескоструйка, и благодаря насечке ручка совершенно не скользящая. Ну, по крайней мере, в этом варианте к полированной мы еще подойдем. Голова в сборе. Вес головы 41 грамм. Верхняя плита полностью полированная в зеркало. Внутри полировки не было. Внутри она не подвергалась обработке. Видны следы от фрезы. Резьба. Резьба нарезалась тонком, не плашкой. На торце, обратите внимание, сведена фасочкой под 45 градусов. На этом делали акцент. И люди понимали, что это нужно сделать. Вот. И посмотрите, как это красиво получилось. Нижняя плита. По многочисленным заявкам о здравом умеет резвой памяти, поразмыслив, я понял, что парни правы, кто говорил, что нужно вернуть перемычку. Она в некоторой степени и по эстетике, конечно же, отыграла в плюс. Но самое важное, чего мы добились, это жесткость. Укрепили жесткость. Без перемычки мы удлиняли и сделали шире пенотводы. Все-таки жесткость здесь была не та. И были определенные опасения, что если станок, не дай боже, упадет, конечно, на это место, могло бы повредить геометрии. А сейчас тут бояться нечего, потому что перемычка все держит. Такие овальные пазы для фиксации лезвия. Голова полностью пескоструйная. Ну и в нижней части, конечно же, имеет гравировку. Гравировка нанесена лазером. HomeLike, название канала. Ну, грубо говоря, производитель. Да, ребята, видел не слепой, что многие говорили, что HomeLike не надо, он там лишний. Да-да-дам, да-да-дам, да-дам. С одной стороны, парни, я вас понимаю. Но с другой стороны, это производитель HomeLike. Поэтому его надо было указать. Тем более, это первый станок. Поэтому HomeLike, здесь указан старт. Ну, старт, название станка. Поэтому тут без него тоже как-то никак. Сделано в России. Ну, наверное, из-за сделанной России сам станок весь сделался. Чтобы буржуи за бугром узнали, что в России не так все печально. И что мы все-таки можем что-то делать. Возможно, со временем еще больше сможем. Ну и внизу серийный номер. Первые четыре цифры, это дата производства, как вы видите. 01.19 январь 2019 года. Ну и последние цифры, это серийный номер. Да, серийный номер, конечно, надо было покрупнее его сделать. Что-то я его не вижу совершенно от слова. Почти, совсем. Ну, это на будущее поправку себе так же сделаю. Вот такая вот нижняя плита, ребята. И все вместе. Когда собираем, то получается у нас комбинированный станок с элементами пескоструя. Когда станок собирается, возможно, со временем он здесь начнет делать проточки. Ну, невозможно, скорее всего, будет. Потому что пескоструй это пескоструй, а нержа это нержа. Но опять же, как тянуть будете. Хотя, с другой стороны, как не тяните, все равно рано или поздно там что-то прошоркается. Но вот здесь вот от силы, может быть, градусов на 5 сейчас подтянул. А если по расстоянию смотреть, то может быть 1,5-2 миллиметра. И вот так будет выглядеть станок в сборе. Полностью полированный. Это тот же самый старт, только с другой финишной обработкой. Здесь полностью все полировано. В конечном итоге мы видели полировку в зеркало. Но не все получилось в этой партии парня, потому что, ну, оказывается, не все так просто взять и забабашить. Для многих вещей, во-первых, нужны оснастка, плюс необходим дополнительный специальный инструмент, который все это будет делать. А на данный момент его просто не оказалось. Одно могу сказать. Вот то, что вы сейчас увидите, люди могут лучше. И в следующий раз это лучше и будет. Размеры ручки все те же самые. 12 миллиметров, 12,9, длина 82, вес 66 грамм. Но она не имеет пескотруя посередине, полностью полированная. Я бы не сказал, что она скользкая. Ребята там выражали определенные опасения? Нет, совершенно нет. Вот сейчас чуть влажные руки, она нискользкая. При бритье, наверное, вот его первую запустим и посмотрим, как это будет и с водой, и с мылом. И за это и испытаем. Голова все те же 41 грамм, но уже полностью полированный вариант. Верхнюю плиту мы с вами рассматривали, на ней останавливаться не будем. Нижняя плита. Знаю, что некоторые из вас сетовали насчет того, что здесь не сквозные пазы и будет очень непросто ухаживать. Ребят, ну, я думаю, что это не совсем так. Во-первых, здесь не так уж и часто будет что-то набиваться, потому что станок в сборе, он всегда будет здесь закрыт. И даже если набивется, ну, деревянная зубочистка и старая зубная щетка, как бы нам в помощь. То есть тут работа буквально там на 6 сек, 2 раза тирануть, да и все. Особой проблемы, какого-то особого геморроя я не вижу. Плита вся полированная полностью. Как это выглядит изнутри? К сожалению, нет того зеркала, которое мы хотели бы получить, но со временем мы его обязательно получим. А что касается гравировок, все то же самое. HomeLike, Start, сделано в России, дата производства и номер. А вот здесь я его вижу, 0,29 по-моему, да? Ну вот, вот такие у нас новинки. Янис Мартинсон оставил интересное сообщение по поводу того, что учитывая, что это новое изделие, и пока данного изделия нет продажи, и пока оно юридически не запатентовано, съемка видео и прочего, прочего, это только на усмотрение производства и заказчика. Ну да, фактически ты прав, но ты лишний раз подтверждаешь то, что ребята уже и то того как высказывали. Потому что, по сути, на сегодняшний день никто, практически никто, ну кроме жилета, конечно, не защищен от копирования. То есть, вот кто-то произвел станок, там не важно кто, АТТ, Роквелл, Тайм, Лес, а кто-то взял его, скопировал, и его не притянуть за уши, потому что патентные права, они стоят не 3 копейки, никто их не оформляет. То есть, вот, ну возьми я сейчас, допустим, вот у Сторков, сдери что-нибудь, да никто мне ничего не сделает. Кроме морального геморроя, кроме срача, я бы ничего не получил, совершенно. То есть, юридически я бы ничего не нарушил. И вот это, конечно же, печально. Но тут, по сути, мы сейчас живем в той ситуации, в которой мы живем. То есть, вот так оно есть. Естественно, у Сторков я копировать ничего не буду, естественно, мы будем все это делать, как-то постараемся с нуля. Но, вот, если так вот подумать, да, ну вот взял, допустим, кто-то скопировал, Тайм, Лес. Ну, с одной стороны, это плохо. Но с другой стороны, ну это же признание какое-никакое, да. Я вот, например, со своей стороны прекрасно понимаю, что вот спорт вышел, и любой человек, который его купит, захочет скопировать. Но я ему ничего не сделаю, совершенно. Ну, нет у меня тех рычагов. Я могу их искусственно создать, то есть, запатентовать, пойти там где-то, что-то, все печати, все пошлины, там, всех этих белых воротничков, кого надо накормить деньгами. Они меня там патентами, бумагами, всеми этими делами обложат. Ну, а дальше-то что? Ну, кто захочет, он пойдет, он в Китай производство организует, и все, и что-то это потом. Судиться бегать с ним, что ли? Да ну его, нет, ребят, это не серьезно. Я, я не холерик, я, ну, с другой стороны, долго заниматься одним и тем же, мне уже достаточно неинтересно. Не случайно я на стриме сказал, что неинтересны свары со старками, с торками, с торками, с торками, ну, с Италией. Свары на форумах всяких и прочих-прочих, потому что это, знаете, это как болото. Ты вот наступил, тебе это нафиг не надо, ты хочешь брезгливо отряхнуться дальше, а оно не пускает, оно тянет, иди ко мне, оставайся, мальчик, с нами. Мы сейчас тебе еще что-нибудь обсосем, там, эту косточку, эту, а тебе это нафиг не надо. Ты хочешь идти дальше, вот у меня то же самое. Сейчас вот это вот свары все прошли, а может еще не прошли, может они еще идут, мне это неинтересно, но я уже дальше ушел. Когда-то, давным-давно, еще в начале 2000-х годов, вернувшись с Америки сюда, в город Омск, я ходил и думал, а что хочу сделать, а как вот, как дальше-то быть. И благодаря тому, что вот все-таки нашел тех людей, которые были заинтересованы, хотя долго их искал, больше трех лет, но нашел, в городе Омске появился первый конвейер для мытья машин. Нас даже в забугорных журналах, в американских пропечатали, Carwash Systems, то есть да, на самом деле мы за Уралом были первые, то есть не было еще такого. В Москве, в Питере, да, что-то там такое было, но было маленькое, неказистое, а самый большой на то время во всей России конвейер, самый длинный, самый мощный, поставили мы в Омске. К сожалению, это был провальный проект, и мы слишком поздно об этом узнали, потому что, ну, мы не могли просчитать менталитет наших людей. Пускай город и не маленький, почти полтора миллиона, но все-таки менталитет не тот, который у людей на западе, дороги не те, которые у людей на западе, и много чего не то. То есть у нас отношение к автомобилям и к дорогам совершенно другое. Мы так выросли, мы так воспитаны, мы не пальцем деланы, мы не лапким щи хлебаем, но мы просто другие. Поэтому конвейер медленно, но верно загнулся. Еще до того, как он загнулся, я уже новым загорелся, я стал думать, как все это минимизировать, как это все автоматизировать, и пришел к мойкам самообслуживания. Опять два года охаживал, окучивал людей, говорю, ребята, давайте поставим, давайте сделаем. Вот, смотрите, надо мной смеялись, и за спиной, и впереди, и в глаза, по-всякому. Да ну ты что, в Сибири, какой дурак будет брать пистолет, сам мыть свою машину в холод, дарам-дарам. Я собирал статистику, доказывал, объяснял, два года на это потратил, и все-таки я добился своего. Мы его поставили, первую мойку, сейчас ей уже три года. Тот человек забыл, как я его два года окучивал, он ходит и гордится, собирает по полтора-два с половиной миллиона каждый месяц, и считай, что он сам все это придумал. Но я-то уже ушел дальше. Шло время, после этого я занимался ютубом, после этого я занимался тем, что выпускал свою жидкость для электронного парения. Пришло время, я выпустил свой автошейф. Сейчас он не в прошлом, я его не забыл, но я все равно уже иду дальше. Сейчас я сделал новый станок, и он уже выходит. Он еще не вышел, он сейчас только будет уже выходить, но у меня в проекте уже там и в чертежах заложено еще два. Третий уже на уме, который там рисует. О четвертом я уже думаю. Сейчас будут новогодние праздники, большинство народу будет сидеть, квасить. У меня 4-го числа встреча с одноклассниками, потом я сам себе беру сам неделю и буду сидеть делать новый автошейф. Потом его разошлю по фокус-группам, и они будут его проверять. И это все к тому, что если кто-нибудь когда-нибудь начнет что-то копировать с хомлайн-шавинг, станок, автошейф или еще что-то, я не буду за ним бегать и кричать, а-та-та, там ты на меня прибыль воруешь или еще что-то. Я просто промолчу, но и по-хорошему буду рад за этого человека. Если он сам не в состоянии двигаться, а ему нужно что-то взять у кого-то, ну значит в данный момент так жизнь сложилась. А если уж он меня взял, ну как минимум это показатель, ребята. Ну не у кого же попало, а вот у меня, то есть ну значит где-то что-то как-то, ну все-таки добился, что-то могешь. И несомненно, глупо отрицать, что те же самые Сторг, он чего-то добился, что-то могет. То есть вот об этом никто не думает. А сраться лается, ну это последнее дело, ребята. Нет, во всем нужно находить хорошее, я так думаю. Я Катран, 9 Катран, ну не суть. Я только сегодня узнал ВКонтакте, Катран забронировал за собой номер 207. А кто это такой? Это оказывается Владимир, старый добрый подписчик, который давным-давно уже на канале, с которым я встречался на выставке по пару еще в Москве. И очень такой серьезный дядя. Вот мне прям, прям, вот приятно с таким человеком общаться. Человек достаточно обеспеченный, человек себе на уме. Ну в смысле как себе на уме, он понимает о чем он говорит, он трезво оценивает ситуацию. И благодаря этому в принципе пользуется, ну достаточно такой недешевой линейкой по бритью. То есть и станки, и парфюм, и косметика. То есть, ну достаточно такая, небюджетная нифига. Так вот, он пишет, что ему Blackbird вообще не зашел. Все в кровь сносит. И у меня та же самая история. И Янис Мартинсон подключился. И у него та же самая беда, правда на другом станке, но та же самая беда. Парни, на всем этом фоне, ну что со мной, что с Владимиром Плотниковым, что с Янисом. А что это за хрень такая вообще? Ну вот если допустим за себя, вот моя история с Бёрдом, что она мне тут все посносила. Ну вот, частично я готов согласиться с Антоном, что там вылет лезвия больше на Бёрде. Но плюс ко всему, я еще думаю, что там еще и угол другой. Угол наклона головы. И этот угол в сочетании с вылетом мне не заходит. Возможно, то же самое было и у Владимира Плотникова, у Катарана. У Яниса, на Рапире, по-моему, у него-то там что не так? Говорит, бреюсь, не замечаю, а потом бумс, вот этот вот испанский воротник на шее выскакивает. Что за хрень такая? Почему случается такое, что одному человеку какой-то определенный конкретный станок, вот ну не заходит и все, хоть ты тресни. С чем это связано так? Как так это может быть? Вот это я вообще не понимаю. Вот для меня это вот как-то вот загадка. Частично, частично это может быть как-то вследствие неопытности. Ну вот как недавно вы, допустим, вот смотрели с Игорем в видео, там он себе тоже шею маленько раскромсал, но там понятно почему. Он как кассетником фигачил. Ну я вот сейчас стружку начну с деревашки снимать, да, это как бы одно. А если я так вот начну, так знаете, как рубаночком провожу и там, вот это как бы другое. Ну, но не все же этим можно объяснить. Владимира не назовешь, Катрана не назовешь ни новичком, это как бы уже профи. Ну да, я не с новичок, но я-то тоже не новичок. Вот ваша точка зрения, из-за чего такая хрень происходит? Опять же, Антона, если взять, больше никто не говорил, вот Антон сказал, у него подобная история была с Таймлесом. Что это таки? Откуда все это? Почему? И как этого избежать? Вот какой интересный вопрос. Я пока не понимаю. Вот со своей точки зрения, вот, например, после того, что у меня с Блокберном произошло, я просто не хочу его больше, понимаете? Вот, да, красивый, да, зашибись, вот такой станок, но это не мое. Я бы, вот, например, не стал с ним дальше бриться. Купи я его за эти деньги, я бы его сейчас на Авито выставил. Но это же не значит, что станок плохой. Это значит, что мне не зашло. Поэтому, как с этим бороться? Вот ваша точка зрения. Ну, вот, пожалуй, что и все, наверное. Хочу в заключении сказать, что сейчас оставлю ссылку под видео на Ганзу. Там у всех, для всех, для нас небезызвестного Константина, очень серьезная акция и по дежавю, и по мылам. Зайдите, посмотрите, возможно, перед Новым Годом кого-то это заинтересует. Ну, а пока, пока давайте бриться. Еще один такой совет добрый. Недавно пролистывая YouTube, нарвался на очень такой интересный казус. То есть, там был канал какой-то, то ли с политикой, то ли с войнушкой. Ну, что-то такое, знаете, вот, забаламученное, верченное. И читаю, читаю комменты, там такая срачка, там такой рубач, думаю, блин, ну что-то. И хлобысь на этом фоне, выходит человек и пишет рецепт великолепных, чудесных котлет. Я их не пробовал, не делал, но я почему-то хочу думать, что это так и есть. И он пишет, а мне нечего написать, я лучше напишу рецептик. И тут меня прострелило. Ребята, так это шикарный выход. Если есть среди нас люди, которым, ну, просто нечего написать комментарии, ребята, поделитесь. Возможно, у вас есть какой-то шикарный рецепт какого-то блюда. И в следующий раз я это на канале постараюсь приготовить. Ну, а что нет-то? Ну, вот с этих котлет я бы начал, потому что начал, начал, начал. Короче, я бы их сделал. Что-то они мне кажутся вкусные. Ну, все. Добра, счастья, радость. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Ну, и пошли бриться. Что тянуть-то? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok